Он пошел в галилейский город Капернаум и в субботу учил там народ. Все изумлялись его учению, потому что в его словах ощущалась власть. В молитвенном доме иудеев был человек, одержимый демоном, нечистым духом, и вдруг он громко закричал. А-а-а! Что ты хочешь от нас, Иса из Назарета? Ты пришел, чтобы погубить нас? Я знаю, кто ты! Ты, Святой Всевышнего! Замолчи! Строго приказал Иса. Выйди из него! Бросив человека перед всеми на землю, демон вышел из него, не причинив ему вреда. Все изумлялись и говорили друг другу. Что это такое? С такой властью и силой он приказывает нечистым духом, и они выходят. Слух об Исе распространялся по всей округе. Покинув молитвенный дом иудеев, Иса пошел в дом Шимона. Теща Шимона в это время была больна, у нее был сильный жар, и Ису попросили помочь ей. Наклонившись над ней, Иса приказал горячке покинуть женщину, и та оставила ее. Она сразу же встала и начала накрывать на стол. Когда солнце стало клониться к закату, все, у кого были больные различными болезнями, начали приносить их к Исе. И он возлагал на каждого руки и исцелял их. Также и демоны выходили из многих людей с криком. Ты! Духовный сын Всевышнего! Но Иса запрещал им и не разрешал говорить, потому что они знали, что он Масих. Утром Иса вышел из города и пошел в безлюдное место. Люди стали искать его, и когда нашли, то уговаривали остаться у них. Но Иса сказал, «Я должен возвещать радостную весть о Царстве Всевышнего и в других городах, ведь для этого я и послан». И он проповедовал в молитвенных домах Иудеи. Продолжение следует...